всем доброе утро мы в лифте тбилиси да девочки будет наш первый влог с грузии сестра тоже здесь на райончике но ничего не меняется я даже в грузии мусор выношу сейчас едем в центр нужно будет пройтись увидеться с друзьями по работе увидится снять для вас много просты да погнали погода шикарная да такой еще не буду август месяц думаешь сейчас квест нужно найти куда выкинуть мусор как обычно друзья оцените лук of the day от ребеки рейки тамара серый кардинал где мы где-то нас поселила тамара жилье на самом деле хорошая квартира достаточно с хорошим ремонтом район до ночь зато вот фрукты растут рано хурма все что хочешь виноград мы в тбилиси уже пару дней сурвекой из моей сестрой тамарой и расскажу свои впечатления первое что бросается в глаза первое что бросается в глаза друзья это каждый второй человек здесь курит тут жестко пахнет табаком воздухе и к не даст соврать да не важно парень девушка все равно очень много курят плюс что еще очень яра так бросается в глаза тут дико хаотично люди водят машину то есть неважно кирпич сплошная не сплошная обгоняют ездят как хотят да мы сейчас идем на метро почему на метро потому что на такси не вариант передвигаться жуткие пробки здесь очень много строительных работ проводится на дорогах поэтому большие пробки чтобы не сидеть просто в машине в такую жару мы решили на метро потому что на метро быстро и как говорится дешево да дешево да мы люди не гордые можем и на метро покататься а ты это нормально ну шо мы дошли уже до станции вот так она выглядит ребят такое зайти советское метро ничего особенного вокруг рыночки сейчас будем заходить расскажу вам чувствует вообще поездка как это все выглядит внутри вот так выглядят кассы здесь плюс можно разной терминале папы реку оплатить и как декорта у нас уже есть карта мы сделали заранее я пропущу девочек дома ну и соответственно я скажи сколько стоит проезд до проезд в метро стоит один ларис человека одна поездка карта 2 лари стоит один раз покупайте потом на нее кидаете бабки ну да как тройка плюс-минус в россии только в россии тройка она и на автобусы и на троллейку по-моему а здесь просто вот так она выглядит так вот просто карта метро людей очень много в грузии реально тьма да ты что станции указаны на грузинском языке и на английском поэтому я думаю понятно куда и что и как эко в какую нам сторону кстати мы посоветуем вам название навигатором без интернета который вот так он называется покажи вот он видите навигатор в любой точке мира ребят maps.me без интернета можно гуглить остановки или вообще рестораны или свой путь без интернета если у вас нет связи скачиваете это приложение и убиваете то что вам нужно он вас отведет я прав ты в шоке там она приехала с майами а мы приехали к ней чтобы увидеться в майами то метро нет поэтому решила спуститься в метро и посмотреть как обстоят дела нам нужно поменять какие-то изменения нужно внести в общем это минутка юмора а тамара у нее такой своеобразный юмор чисто американский типа шутит а потом спрашиваешь смеяться она говорит да ты такой садитесь давай золотой золотой чем дистанции гули самосъярагой 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 300 афганцев следующая станция сколько станции едем две только пять камер вот так вот так вот 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 новая гония литовики так правильно не знаю но какого же красота ну какого ну какого же красота ну какого а а что за легендарный нас кусочки зеленые еще что заметил, друзья, то что новое поколение в Грузии, ну, новое поколение людей, молодые, да, там парни, девушки, они не разговаривают на русском, на русском большинстве своем разговаривают только люди советских времен. Это очень интересно. Когда ты садишься в такси, тебя встречает водитель, ты ему говоришь, куда ехать. А он тебе рассказывает всю жизнь. Не, ну, если человек советской во времени, то да. Приехали на метро, на станцию Аплабари, да, Аплабари называется. Это центр города. Сейчас будем выходить в город, покажу вам вообще, что в округе. Я где-то обычное, как чисто такое, бомж-стайл. Ну да, прикольно. Мне не привыкать. Главное, что ты красивая. Вышли. Вот такая вот красота вокруг. Очень много обменников. Буквально каждый 20 метров, наверное, пункт обмены валюты. Курс, кстати, везде нормальный. Да, курс плюс-минус в Тбилиси нормальный. Тысяча рублей это где-то 45 лари. Поэтому, ну как бы, я считаю, что это норм. С учетом того, что 3-4 месяца назад курс был намного хуже. Как говорит Эка Эка. Это ж правда? Конечно. Курс был хуже. Да. Тут идет стройка, техника стоит, дороги строят. Эта армянская церковь. Кстати, еще что заметил. Очень много бездомных. У каждого перехода практически они есть. Вот. Девочки где-то сзади идут. В телефоне эко-типа а-ля деловая. Фуф. Фарфюм твой, что ли? Красный. Фарфюм конкретно. И очень не вкусно. Неприятно. Кстати, здесь каждый переход плюс такой же, как у дерева. В дерева не было. Тут сюда в переходах продают вещи, технику. Всякую такую тему. Эк, нужны кучи? Не, не. Я забросила это дело. Берем доходить. Да ладно. Понимаю, заказываю. Кому кучи привезти? Кучи? Да. Вот так выглядит армянская церковь. Да. Кстати, Авлабарь это армянский район. Его строили армяне. Правильно говорю? Че? Да, по-моему, да. Так и есть, реально. Мне говорили друзья, что вот этот райончик, старый город. Здесь чисто очень много армяней. Это армянский район. Че ты сказал? Я тебе говорю, как оно есть. Сейчас просим, а у полицейских. Да, они тебе точно скажут. Все правильно написано. Вино оставляет чуть-чуть странно. Мы отмечем, вот это вино. Но тут на каждом шапу вино продается, и оно очень-очень вкусное. Да, на каждом шапу продают шмурдяк. Да, священник шмурдяк. Тоже нужно попробовать. Ну да, смотри, у нас духа тут. Выжили. Ой, смотрите, как красиво. Ой, ручьев. Вон там наверху. Что там наверху? Понятно. Куникулер, смотровая площадка. Там вот мама грузин. А еще самое прикольное, знаете, что? Эка у нас грузинка, а в Грузии не может ни слова поговорить по-грузински с людьми. Я могу. Подходит и начинает на русском разговаривать. Надо просто привыкнуть. Я здесь не была три года. Так привыкни уже. Я не разговаривала, но везде я тут. Лучше вот внутри какая красота. Фонтанчик. Я тут в тиктоке видел. Видел в тиктоке? Это не я. Это девушка постоянно. Это органство какое-то. У него? Да. Саркист? Саркист, да. Да. Это очень приятно. Кстати, нас здесь очень часто узнают местные. Это реально приятно, потому что Грузин тоже смотрят. Вот наш тикток, ютуб и все остальные соцсети. Саркист, ты счастлив? Конечно. Смотри, какой шар. Звезда мирового масштаба. Вот-вот. Шар красивый. Этот шар 55 мальчик. Что этот шар? 55 лариса одного человека стоит. Понимаете, на 150 метров останавливать себя жены, то спускать собрать. То есть оно не беретесь. А, просто стоит на месте, да? Прикольно. А кондиционер там есть? Да. Ой, кондиционер на 150 метров. Говорит, кондиционер там есть товары. Вот нам подошел человек, Сосон, но не Павляшвили. Предлагал прогулку на катере, но у нас, к сожалению, сегодня нету времени на это. Очень плотный, да-да. Невероятно плотный. Так, подожди, интервью. А, вон он. Нам туда надо перейти. Интервью, автограф, пати. Да-да. Так, минутка информации от нашего гида, говорим. Ну, Эка говорит, что это данная стена возведена еще со времен мамы. Я говорю, что по внешнему материалу видно. Ну, ты как специалист, да, говоришь? Современный. Я про то говорю. А, я думала, ты про это. Это понятное дело. Это только... Она сейчас меня хотела обвинить во лжи. Муникулев наверх идет. Красивая церковь. Река. Кстати, видите, на вид она такая спокойная. Но я общался с людьми, они говорят, что подземное течение, а под, господи, подводное течение очень сильное. И если нырнуть, то может засосать, ты уходишь. И были очень... Было очень много случаев, когда люди тонули. Не знаю, насколько это правда, но так говорят. Девочки фотографируются. Что-то фотографируют. Ну, старый город красивый, действительно. Да. Вон, кстати, тот знаменитый мостик стеклянный, на котором все фоткаются. А еще, что нравится, очень много таких красивых фруктов продают. Все же выжатые соки могут вам сделать. Свет сильный, но вход-то не очень хороший. Да? Да. Это профессионально очень... Это баня, как говорит моя супруга. Это что за баня? Просто? А, сероводородные бани. В окружке много топсольщик. Кстати, очень много машин с российскими номерами. Мы здесь ходили в кафе, тут не очень вкусно. Да? Да. Сзади кто-то сигналит, торопится. Очень сильно. Пойдем вот туда, перейдем дорогу. Иди, переходи. А то, что вы пострадали, где пресс? И парковка. Так. Блин, на Wi-Fi какой-то подключился. Да, кстати, здесь по городу в большинстве местах есть бесплатный Wi-Fi. Просто идешь по дороге и можешь поймать. Белисси Лавью называется. Это очень удобно. Масс любви. Смотрите, сколько за морщин. Очень красиво. Калоритный. Не знаешь, какой замочек сфоткать? Да, замочек сфоткать. Да. Э, Кось, ты тут была вообще когда-нибудь? Или я первооткрыватель для тебя? Нет, я во всей Грузии была. Да? Да. Я путешествовала много. Но это чисто так, да, для туристов ресторана? Тут вкусно не поесть или поесть? Нет, я здесь знаю классный ресторан, а где мы туда пойдем. Будет очень. Тут просто очень атмосферно, красивый вид, но еда не нужна. Да, здесь очень красивые виды. Жалко, мы не попали сюда на день города. Я думаю, здесь было бы очень красиво. Мы пришли к какому-то водопадику среди скал. Вот так он выглядит. Здесь очень комфортная температура воздуха, такая влажная, свежая. Не как в городе, когда идешь, ты просто горишь. Голубей тут толкают, ребята. Вот то, про что я говорил, ребята. Очень много людей бездомных, которые так по всему городу лежат. Девочки проголодались. Да и я тоже. Как она заведет в какое-то место. Говорит, очень вкусный ресторан. Она знает. Она здесь была уже. И не раз. И не раз. Площадь красивая. Туристов очень много. Ну что я кусочком? Если попушать. Конечно, да. Название ресторана, не помню. Ну прочитай. Не умеешь читать? Смешная жутка. Так, кто... А, вот. В общем, вот такое вот меню. Картинки. На грузинском, на английском и на русском. Это очень важно. Цены. Нормальные. Ну типа а-ля 10 лари, это 200 рублей яишница. Сейчас закажем что-нибудь и покажем вам. А самое главное, послушайте, с каким видом мы сейчас сидим. Красота. Саркиз, ты устал ждать еду? Да, но сказали, время подачи еды 45 минут, поэтому ждем еще несколько минут, и нам нужно принести еду. Да, а то взгляд у тебя уже очень голодный. Очень. Хочется уже покушать и продолжить наш влог. Зато нам уже принесли попить, и мы почти допили. Цехую. 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 Лимонады цехую. А? Ну как? Под подовольствием, все. Хачапури бомба. Как он называется? Мегрули. Мегрули. Вот так, когда сверху еще сыр на Хачапури. Дутри сыр, и сверху еще сыр на Хачапури, и что может быть прекрасней. Угу. И ничего. Здесь диета ни к чему. Надо есть все подряд. Правильно? Это точно. Ох, что саркиз принесли. Я заказал себе любую, ребята. Сейчас будем... Любую. Любую. Конечно. Ладно. Вот. Еще мы заказали... Как это? Хачапури, мегрули, салат, овощи, огурцы, помидоры, лук, два люля-кебаб и не кучма-джинья сур. Сейчас принесу, да. Так, что тут идет? Соленье, джади. Соленье, да. Это очень вкусная штука, кстати, ребятки. Да. И самолобио. Вкусно? Главное, да. Кстати, ребята, всем, кто кушает, приятного аппетита. И пока мы кушаем, поставьте видео на паузу, перейдите в описании, обязательно подпишитесь на наш инстаграм, на мой, на Экин, он будет в описании. И дальше мы продолжим. Пока мы встретились с Нико, уже потемнело. Вот такой вот ресторан, ребят, здесь мы кушали. Эка, Нико, все в сборе. Друзяшки, кто не знает, кто такой Нико, я объясню. Это основатель блогерского агентства Вау Медиа. Вот. Чтоб не задавали вопросы, кто это. Он человек не медийный, конечно, но большое влияние имеет в этой сфере. Мы пришли на фуникулер, тут рядышком продают разные вещички, все же выжатые соки. В целом, это находится в парке, тут сюда много людей. Так, идем покупать билет. Саркис, башляй. Здрасте. Можно нам наверх? Наверх. Три. Наверх и вниз. В любое время можно вернуться. Давайте туда обратно. Три человека, 17 лайков. Это грабеж суть бела дня. Кэшик достаем. Так. Забирай. Покажи. А, это метро. А зачем мы взяли еще одну? Покажи чек. Можно просто заходить. Да, опять карту нам продали. Сейчас поедем кататься на фуникулерчике. Это очень красиво будет. Вид сверху покажем вам на Тбилиси. Забегаем. Тома, прыгай. А то останешься. Гаста-гарл. Кэш, нет проблем. Гаста-гарл. Ты слышишь? Она говорит, что кэш, нет проблем. Ты видишь кэш? Кэш, нет проблем. Ну, там хорошо. Поднялись на смотровую. Невероятный вид открывается на весь Тбилиси. Ребят, взгляните. Мы идем в гору. Ты снял ее отсюда? Да, конечно. А как же, Куся? Вот там парк аттракционных, где это вышибает. Это вообще что за вышка? Телевизионная вышка? А вот это мать Грузии. Там мать Грузии. Сейчас поближе покажу, если дойдем или не дойдем. Дойдем, дойдем. Как нет? Сейчас дойдем, да, статуи мать Грузии. Болочки скорейше делают. Подожди, да, синий. Вот так. Как тебе, Куся? Ну, я это видела. Это как тебе, Саркесуля. Ну, достаточно массивно. Да ладно, признайся, что в Грузии красиво. Уже признаю это. Нет, я согласен, конечно, красиво. С мечом стоит, она защищает всех. Защищает родину, правильно? А что делать? Приходится. Здесь тоже такая смотровая небольшая. Мы похожи с ней? Ребята, напишите в комментариях, эко похожа. Ты стройнее будешь даже. Идем к Нарихала, да? Да, Нарихала, да? Нарихала. Нарихала. Да. Это крепость 4 века. Осталось совсем немножко, чуть-чуть ее, который не развалился. Ой, какой же красивый ночной Тбилиси. Вот это, кстати, самая большая церковь в Тбилиси. Как называется церковь в Самибол? Ой, уже прям конкретно темно, да? Ой, как быстро. Ой, как шатает-то. Слушай, почему так скоро? Реально страшно как-то сейчас стало. Страшнее, чем наверх. Ой, боже мой. Как будто кривой или что? Никаких несчастных случаев на данном фуникулере. Я надеюсь, не было. Нет, не было. Я тоже надеюсь. Потому что пипец, как высоко, а пипец, как страшно. Очень страшно, слушай, реально было. Держись, погребся, родная! Оп, пошли, пошли. Пошла вода в хату. Давай, давай, сжигай, родная. Оп, 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 оп. 500 рублей. Еще что заметил, друзья? Тут на каждом шагу стоят полицейские. Следят за порядком. Это достаточно неплохо, да? Да. В плане безопасности. Все в порядке, надо лейкопластырь купить тоже. Там ухо, какая ты низкая, ты ниже меня. Где маленькая девочка? Я мою-ка девочку. Там маленькая девочка. Я про него, посмотри. Чисто на Пеппи длинный чулок, посмотрите. Находила, называется. Эка, давай обычно купим шампунь. Я не хочу покупать шампунь, после которого у меня волосы посыпятся. А, тут есть, да, давай. Бомба. И бальзам надо. Цены, как в России, ребят, плюс-минус, даже может быть подороже. Ну да, здесь на шампуне, но потому что все цены такие же. Я бы сказала, цены, как в Америке. Да? Да нет, просто как-то, да. В случае, я не работаю, это шампунь, когда у меня нет другого. Это хорошо. Купили шампуньяки, бальзам и пластырь. Вышло все, сколько, 25 долларов? 25 лари. 25 лари, это примерно, я не знаю, сколько, 500 рублей. Вы же кофе хотели и выпечку свежую. Ну вот. А я вас веду на кофе и выпечку свежую. Ну что, друзья, мы уже дома. Этот влог подходит к своему концу. Не забывайте ставить лайки, писать свои комментарии, свое мнение. И обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Ссылка будет в описании. До новых встреч.